Здрасте вам! Знаю, что в отдельных регионах не предусмотрен в Америке номерной знак. Правильно передний? Не знаю. Я знаю. Я сам не с Америки. Я вас знаю. Я тоже вас знаю. Вы полицейский? Да. А можно вас на секундочку? Так я, вот он я, никуда не ухожу. Что случилось? Не буду понять. Смотрю, переднего знака нет у вас. Ну, я не делаю знаки лишние. Я же говорю. Я знаю, что в некоторых регионах Соединенных Штатов, да, передний знак не предусмотренный. Это хорошо, что вы знаете. Вы меня остановили поделиться информацией о том, что вы знаете об Америке. Я знаю, что сейчас в Америке выборы... Я хочу посмотреть, потому что, на самом деле, вот этот номерной знак задний принадлежит вашему транспортному услугу. Вы скажите, вы скажите мне честно. Ну, напомню, Александр, да? Ну, я не знаю. Вы мне про Америку лучше расскажите. Ну, чтобы не получилось так же, понимаете? Смотрите, какая ситуация, да. Угнали транспортное средство, повесили какой-то номерной знак непонятный. Где-то там, где-то украденный. Не, я хочу понять... Не, как вас зовут? Александр, меня Евгеньев. Жень, смотрите, какая ситуация. Меня можно просто Саша называть. И здесь ситуация какая? Вы остановили меня за что? За отсутствие переднего номерного знака? За отсутствие переднего номерного знака. 121 часть 6. Да. Так же вы мне сообщили о том, что в Америке существуют Штаты, где можно ездить без переднего номера. Я вас остановил, увидел, что задний знак у нас, Соединенных Штатов Америки. Я знаю, что... Поэтому нормально я могу ездить без переднего, правильно я понимаю? В той стране не предусмотрен. По нашему законодательству предусмотрено два. Но если вы заехали сюда транзитом, да, или временный ввоз транспортного средства, то если вы что... Ну если у вас не предусмотрен в стране знак, правильно? Да. Вы же не пойдете сейчас ее перерегистрировать на украинский номер, правильно? Я хочу понять суть проблем. Итак, все-таки я нарушил, что я без переднего знака или не нарушил? Александр, хочу убедиться, что на самом деле ваш знак, американский, да, вашему транспортному средству. Нет, так это не связано с нарушением. Почему? Ну потому что вы не можете просто так остановить нарушение, чтобы убедиться, принадлежит моему машине знака или не принадлежит. Я остановил за нарушение. Чтобы... Секунду, вы, Женя, вы остановили за нарушение. В процессе выяснения ситуации оказалось, что нарушения факта нету, я правильно понимаю? Я же еще этого не знаю, вы же еще не убедились, идет рассмотрение... Не-не-не, секунду, секунду. Я хочу просто... Я вам это все покажу, мне не жалко. Я вам все покажу, я хочу просто разобраться в логике ваших действий. Остановили за нарушение, то есть... Да, да, первичные признаки говорят о том, что возможно нарушение. В процессе моей остановки вы убедились, что машина не на украинском учете. То есть не то, что убедились, вы увидели, что у меня есть только... Я убедился. Я убедился. Да, что у меня есть, например, на знак Америки. Следовательно, причина остановки уже, ну является по сути не нарушением, потому что знак есть американский. Не нарушением будет, Александр, тогда, когда на самом деле вот этот паспорт, да, то есть брик, будет принадлежать данному транспортному средству. Все. Тогда это не является нарушением. Я же не могу вам выписать постановление, да? Женя, а если я вам покажу документы и скажу вам, что, несмотря на то, что они у меня есть... Да. Это все равно есть нарушение. Что вы будете делать? Что нарушение? То, что у меня нет переднего номерного знака. Давайте разбираться тогда по факту, объясните мне, в чем я не правду. Ну, возьмите. Ну, возьмите. Ну, возьмите. Регистрэйшн, по сути, чуть другие даже попадались. Совпало? Экзамен. Ха-ха. Хотите, все проведем? Тоже стоит регистрэйшн, да? Я же подошел и говорю, мне вот, когда я останавливал такие машины, да, они показывали, там должен быть бриф такой, да, регистрэйшн, да, вот написал, лекцию такую провел американец. Там намного такой, ну, бумаги напечатано. Показать вам что-либо на бумаге с номером моего автомобиля я могу. Любую бумажку вам покажу, на которой будет написано бриф или биф или биф ролл, что хотите, и там будет мой номер. Это подойдет? Я могу показать. У меня бумажек полный бардачок. Я могу вам все что угодно показать. Смотрите, я понял. Лежит год, но там проходит этот осмотр, правильно, насколько я знаю? Слушайте, я сам не с Америки, я там ни разу в жизни не был. Я не знаю, там есть Виталина, пусть он в Америке сидит в этом и разбирается. Я не понимаю, ну, чем так. Вы мне скажите другое. Можно вас рассмотреть? Да можно. Давайте с вами разберемся, давайте с вами разберемся все-таки по нарушению. Мне важно, чтобы вы, как полицейский Евгений и ваши сотрудники, которые будут смотреть это видео, чтобы они четко понимали, можно ли ездить с номерами или с отсутствием переднего номера или нельзя. Потому что я становлюсь свидетелем ситуации ежедневно, что в Одессе останавливают людей, у которых нет номера не только на американских номерах, но так числе и на грузинских, на европейских. И их отпускают. И меня лично это очень сильно раздражает. Да, причем ваши коллеги отпускают. И меня это очень сильно раздражает. Поэтому я хочу вам дать понять, чтобы вы знали, что без переднего номера двигаться на территории Украины нельзя абсолютно никому вообще. Ни американцам, ни китайцам, ни японцам. Потому что мы, когда ездим на иностранных машинах, подчиняемся закону о международном движении, который предусматривает наличие двух номерных знаков. Объясню вам суть. В Арабских Эмиратах, к примеру, у них вообще есть номера на арабской вязи. Есть такие номера. Они могут там ездить на территории своих Арабских Эмиратов без проблем. Если они эту машину завозят куда-либо, в Европу, в Африку, в Америку, они должны номерный знак международного стандарта получить. Они идут в полицию, сдают свой знак или не сдают, им выдают международного образца, где есть цифренные и буквенные нормальные буквы, то есть латинские. Вот у нас, например, у нас же номера не на украинском языке буквы. Это не русский и не украинский, это латинский. Обратите внимание, у нас на номерах нет буквы Ж, например, Й и тому подобное. У нас все буквы, все латинские. Поэтому, если человек пересекает территорию Украины с другой страны, где есть другие какие-то символы на знаках, он обязан у себя в стране поменять это на международного образца. В том числе, заиметь два номерных знака, передний и задний. Опять же, там идет временная регистрация. Вы не путайте, временная регистрация это отдельная история. Это если вы заехали, неважно откуда, ну возьмем пример Литвы. Вы заехали на литовском автомобиле. К примеру, вы не резидент, вы приехали сюда по работе. К примеру, вы здесь развиваете какой-то свой бизнес. Вы приехали на своей машине. Вы находитесь здесь больше двух месяцев. Вы обязаны поехать в ГАИ сдать этот номер на временное хранение. Абсолютно верно. Данная ситуация, которую мы сейчас рассмотрим, она не подходит под эти два месяца, потому что машина здесь еще два месяца не находится. Дело не в этом. Дело в номерных знаках. Вы на будущее знаете и ваши коллеги должны знать, что неважно откуда машина, у нее всегда должно быть два номерных знака, спереди и сзади. Они должны быть международного образца. На них не должно быть ни вязи арабских, никаких других символов. Они должны соответствовать нашим правилам Украины. То есть все остальное у нас подходит под эксплуатацией транспортного средства с отсутствием номерного знака? Отсутствие номерного знака не подойдет? Нет, нет, нет. Он не установленного образца. То есть этот номерный знак не установленного образца. Он на территории Украины использоваться не может. Он сто процентов легальный, все. Но когда человек пересек границу, когда он выезжал со своей страны и знал, что он будет въезжать в страну, которая входит в международное движение, он обязан его поменять. Поменять образец тот, который в Европе. Понимаете? У нас, в Украине, в Европе. Поэтому неважно кто, а с Америки, с Америки, вам не надо разбираться. Альсандр, можно в сто секунд? Можно. Вы скажите, что мы делаем по данному правонарушению? Какие вы сделали выводы из нашей беседы? Какие я должен принять меры как водитель? И дальше уже все остальное. Установленного образца должно быть? Нет. У меня номерный знак как раз установленного образца. Международного. Вы не поняли сути, сути не поняли. У меня мой знак, он один. Но он установленного образца. На нем есть только латинские буквы. Там C, A, P. И есть цифры. Это подходит все. Если бы у меня там были, к примеру, арабские буквы, либо какие-то не с латинского алфавита, этого нельзя использовать. Понимаете? Я об этом говорю. Я не говорю. У меня установленного образца. Установленного, да. То есть, если бы вы установили араб, есть такие номера. Вот я видел у арабов. Это не подходит. У меня установленного. У меня другая история. У меня нет переднего знака. Это совершенно другая история. Понимаете? У меня он украден. Да, есть у меня бумажка. Могу вам даже показать. Да. Александр, я вам верю. Не, ну как? Что значит верю? Не верю. Это же не верю. Не вопрос доверия у нас. Я хочу, чтобы вы понимали полностью, что когда вы останавливаете... Ну что, если нет номерного знака, это у нас 121 часть 6, а вы продемонстрируете, правильно? Можно обойтись предупреждением? Если у вас такая ситуация. Я не знаю. Это на ваше усмотрение. Вот смотрите. У меня есть документ. Но. Есть одно но. Документ этот на словацком языке, потому что знак был украден в Словакии. И я, между прочим, не шучу. Так и есть. Да я вижу. Вот. Поэтому. Тойота право, да? Ну, в Словакии украли, да? Вы пересекали... Я пересекал границу без номерных знаков вообще. То есть нормально, да? Ну, как нормально. Ну, в Словакии нормально. И у нас пропустили. Машина же здесь. Ну, смотрите. Вы не должны полагаться ни на Словакию. Вы не должны полагаться ни на таможню. По поводу вот... Вы должны полагаться только на свое усмотрение и на четкое неукоснительное соблюдение закона. То есть неважно, кто перед вами. Вася, Саша, Петя. Я стал свидетелем вчера в Одессе. Позавчера. Что людей отпустили без заднего номера, несмотря на то, что у них вообще непонятно, какой причины его не было. Этого нельзя делать. Нельзя делать. Александр... Эээ... Что будем делать, Жень? Жень, вы скажите, как полиция мне. Как мы будем поступать в данной ситуации? Надо что-то решать. Что? Ну, я не знаю. Ну, у вас и правда не знаю. Ладно. Ну, что, да я не нарушил, получается. Получается, то у нас нет. Ну, тогда, получается... Видите, как все сложилось. Я могу ехать? Александр, да, вы можете ехать, а уже разобрались. На секунду можно вас? Можно. Ну, Жень, вы стесняетесь? Можете мне сказать. Все, что вы хотите, можете мне сказать. Я пока не скажу. Так что вы стесняетесь, Жень? Александр. Вы же не хотите, смотрите. Вы же не хотите никакой... Александр. Никакой коррупционной составляющей. Вы же не хотите, допустим, попросить мне взятку. Я не хочу вам ее дать. Нет, Александр. Да нет, вообще разговор не идет. Хотел с вами пообщаться. Вы можете задать всеми вопросы, Жень. На две секунды отойти с проезжей части. Скажите, у вас есть секреты от людей? Вы же и гласная полиция. Вы же... У меня может личные правила спросить. Какие у вас могут быть у меня личные вопросы? Нет, нет. Я же не доктор, не скорая помощь, не врач, не юрист, не консультант. Я интересовался давно. Он нам уже, этот, напарник моргает дальним, мол, подойди, что там, что-то уже случилось. Нет, нет. Так что, Александр, под две секунды. Все, что можете, ну, задайте. Ну, что вы стесняете? Ну, ладно, хорошо, вы хотите. Ну, что ж такое-то, а? Значит, ребят, чтобы ни для кого не оставалось секретом, что произошло, я вышел поговорил с Евгением. У него были вопросы по деятельности, по работе. Также он попросил сфотографироваться. Мы сфотографировались. Вот, кстати, фотография эта. И для тех людей, кто все-таки хочет понять, можно ли или нельзя ездить без номеров, я еще раз хочу пояснить, что без переднего номера на автомобиле движение запрещено. Двигаться без переднего номера на автомобиле под любым предлогом, будь он краденый, либо потерянный, либо еще, абсолютно запрещено. Поэтому никогда не передвигайтесь без номера, ни без заднего, ни без переднего, не нарушайте права дорожного движения. Всем удачи! Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. До встречи!